Вы успели посмотреть потом все в записи. Запись включена. Делимся. Что мы сегодня успеем за эти полтора часа сделать? Вначале мы проведем короткий обзор векторов. И мне хочется здесь вашего участия в чате, чтобы мы вспомнили именно про детей, какие качества самые главные. Затем я расскажу о тестировании в принципе и что мы можем делать с детьми, какие тесты подходят, а какие нет. Потом поговорим об особенностях проявления векторов у ребенка и в чем отличие от их проявлений у родителей и у взрослых. Затем мы рассмотрим вопрос о взаимоотношениях векторов детей и родителей, как они друг на друга влияют и как проявляются детские векторы под влиянием разных векторов родителя. Мы разберем на примере одного вектора. Затем я расскажу о месте вот этого слоя векторов в психологии ребенка, потому что у нас есть много слоев. Нам нужно понимать, с чем мы можем работать векторами, а с чем не можем. Затем мы поговорим о проблемах, которые решаются с помощью векторной системы и об этих ограничениях, которые существуют. Коротко сделаю обзор, что в принципе могут делать родители для гармонизации векторов своего ребенка. Поговорим немножко о детских болезнях и о том, какие подходы есть к ним с учетом векторов. И я вам расскажу об интернет-тренинге, который у нас запланирован. И это 8-дневный тренинг из 8 занятий, состоящий о векторах детей и родителей и о том, как воспитывать детей в гармонии. Вот такой у нас план на 1,5-2 часа. Мы сделаем в серединке маленький перерыв минут на 5-7, чтобы вы передохнули, у вас накопились вопросы. Да, ну и конечно я в конце отвечу на ваши вопросы. Вопросов было прислано немного, не более 20 штук, по-моему, до начала вебинара. И так как было немного, то я покажу все эти вопросы и на какие-то из них я отвечу прямо на нашем занятии. На какие-то я хотя бы смогу как-то отреагировать, сказать, в какую сторону идти, где искать ответ. Итак, приступаем мы к нашей системе. Мне хочется для начала спросить вас о том, насколько вы в курсе вообще того, о чем мы говорим, насколько вы знакомы с системой векторной. Я вот сейчас открываю такой маленький опрос на тему того, читали ли вы книгу «Психология ваших отверстий». Вопрос можно будет задавать, конечно, позже. Давайте сейчас поучаствуем в вопросе. Посмотрим, насколько у нас аудитория знакома с системой, насколько мне нужно глубоко разные темы прорабатывать сегодня. Да, приятно видеть, что есть те, кто читали книжку по несколько раз. Один из них я. Еще 20 секунд на голосование. Хорошо, примерно пополам поделились те, кто книгу читали целиком или частично. Цифры практически равные. Есть у нас 5 человек, которые не читали книгу, но успеют познакомиться позже. На всякий случай, для тех, кто не читал, я напомню, что есть сокращенная бесплатная версия у нас на сайте Psy8.ru. Ее можно скачать в любом доступном электронном формате. Их, по-моему, 5 или 6 у нас там дано. Хорошо, спасибо за опрос. Я представил нашу аудиторию, что, в общем-то, с книгой так или иначе понемножку знакомы. Хорошо. И еще мне хочется вам задать один вопрос, чтобы понимать, на какую аудиторию родителей мы здесь ориентируемся. Сколько лет вашим деткам? Вот вывез вопрос. Если у вас несколько детей, вы можете ставить несколько галочек, и они все сработают и примут участие в статистике. Хорошо. Красивое движение, я вижу, столбиков. Красивое распределение. Пока больше всего у нас детей от 7 до 11. Приятно видеть, что есть у нас участники, у которых нет детей. Интересно, эти люди хотят услышать про себя или про своих будущих детей. Но мы это сегодня позже узнаем. Ладно. Хорошо. Вижу я картинку. Распределение примерно я понял. Тогда поговорим сегодня практически про все про это. Окей. Давайте мы сейчас вместе, чтобы включиться в тему, вспомним о наших векторах. Мы быстро пройдем их все по порядку. И мне хочется сейчас в чате, чтобы вы написали именно сейчас про детей, не про взрослых. Вот тут вы видите картинки там и более взрослые. А сейчас 2-3 главных качества, которые, как вы считаете, характерны для коричневого ребенка, для анального ребенка. Напишите в чате. Может быть там какое-то одно слово или два. Чем для вас такой ребенок наиболее примечательен, что ли? Давайте вместе мы соберем это информационное поле. То, что вы знаете. Ага. Медлительность, усидчивость, упрямство. Отлично. Ага. Одни и те же. И любовь к аккуратности. Конечно. Склонность к чистоте. Аккуратность, упрямство, неторопливость. В общем, мы свели все к пяти качествам. Медлительность, упрямство, аккуратность и... Что-то еще было. Да, степенность. Интересное слово такое. Давайте только помнить о том, что упрямство не всегда соответствует коричневому вектору анальному. Достаточно упрямые еще черные детки мышечные. Вот. И нужно будет эти вещи отличать. Ладно. Хорошо. Про коричневых набрали. Давайте теперь про красных. Уритральный ребенок красный. Главное его свойство. Чем он прежде всего нам примечателен? Ну, гиперактивность. Да. Еще помните о том, что гиперактивные бывают у нас желтые оральники. Скорость, первенство, свобода, целеустремленность. Занимает все пространство. Да, вижу. Отлично. Вот это, да, важная штука про детей. Обычно спрашивают, а как определить вектор у ребенка? Ну, вот когда у вас маленький ребенок, грудной ребенок спит в положении звезда и занимает место, если на вашем диване, что уже даже в родине помещается, вот это именно уритральный ребенок. Да, не нужно ему тест давать. Вот он много пьет, много писает, понятно, да. Но вот он ложится вот так вот в позиции звезды и все. Вот это только уритральный. Даже не оральник. Оральник тоже любит место занимать, но вот не так. А это очень характерный признак у деток, ну, наверное, месяцев с двух-трех. Да, так, интересно, далее. Ладно, спасибо. Дальше. Не, не все так спят. Вы что? Спят калачиком, клубочком. Мышечные детки сворачиваются в позу эмбриона. Очень даже до позднего возраста и взрослые также слуховые к стеночке прижимаются куда-то. Конечно, не все. Итак, мышечный ребенок. Черный вектор. Про звезду позже-то конкретнее поговорим, если так интересно. Мышечный ребенок чем проявляет? Упрямство, да, и здесь он похож немножко на коричневого. Надо эти вещи отделять. Бьет других, если нет у него другого способа свою какую-то силу и агрессию выразить. Много работы. Это интересно. Давайте про детей все-таки. Ответственный. Вот идея про ответственность. Я бы сказал так. Мышечный ребенок, он очень послушный и встраиваемый. Это да. Но ответственности как таковой у него нет. Ответственность это такое более зрелое чувство. Оно появляется у черных людей, но гораздо старше. Я будто это детское не называл бы ответственностью. Одиночка. Но он бывает в одиночестве, но ему тяжело в одиночестве. Все-таки мышечный человек командный. И одинокий ребенок с черным вектором это скорее минус, чем качество гармоничного вектора проявленного. Да, что-то делает, тяг к земле, землю ест, оральные детки иногда землю едят. И находит авторитет. Послушный маме прежде всего, да и вообще послушный. Послушным учителям, взрослым. Ладно, отлично. Эхо сплошное. Слов нет. Ну не знаю, Ирина. Выйдите еще раз, войдите, связь будет другая. Будет бы так все слышно нормально. Применяет силу, если не может оказать словами, да, но он поздно научается хорошо объяснять что-то словами. Поэтому с ним взаимодействие должно быть на уровне тела. И тогда он легче переходит на язык. Патологоанатом в детстве. Верно, конечно. Черный ребенок. Хорошо. Кожный вектор оранжевый. Про детей мы сейчас говорим. Я думаю, что слово патологоанатом к мышечному ребенку означало то, что эти детки иногда, если вектор очень забит и дисгармоничен, они могут что-то делать с животными и как-то над ними издеваться. Но это уже зашкаливание черного вектора. Это значит, что что-то очень многое в нем родители не приняли и ребенку очень-очень дискомфортно. Мы об этом будем говорить позже. Коллекционер и жадина. Да, все хватает, тянет все под себя. И накопление всяких мелких вещей вокруг себя и отношение к вещам как к части собственного тела. Очень много проблем от этого может быть у кожного ребенка, если кто-то его вещи отнимает, забирает, прикладывает, если нет его пространства, связанного с вещами. Кожный ребенок еще не командует, он научается контролировать, но вот как таковые команды это все-таки от красного. Рано познает плюсы денег, согласен. Он в принципе даже не то, что плюсы денег, а он тянется к деньгам, к этой энергии, еще не понимая, что она несет. Ну вот это есть у него. Дальше. Рот. Желтый оральный вектор. Чем этот ребенок проявляет себя, как мы его узнаем прежде всего? Все тянет в рот, хотя это делают иногда многие детки, у всех есть вторая стадия, да. Действительно болтает, и это проблема для синих слуховых родителей. Рот у него не закрывается, поет, свистит, кричит, болтает, ест и все это в другом порядке. Да, грызет, конечно, все и работает на публику именно своим голосом, не столько внешне, а вот голосом, привлекает внимание к себе и этим питается. Отлично. Давайте про зеленый вектор. Зрительные дети. Кроме игры на публику, чем они приметны, что в них такого интересного? Любят красивые, мечтатели и, конечно, плаксы. Наверное, самое частое, что обращает на себя внимание, это ребенок слезливый, плаксивый и который смотрит восторожно на природу. Мы тогда в нем узнаем зрительника. Да, сопереживающие, действительно. Это дети, которые раньше других научаются сочувствовать. Сочувствовать животным, сочувствовать своим сверстникам и так далее. Замечательно. Синий, слуховой ребенок. Вот здесь это осторожно. Телефон поддержки был в письме, которое отправлялось про регистрацию на вебинар, поэтому можете по этому телефону позвонить, вам что-нибудь помогут, чем смогут. Да, ребенок, который замкнутый, молчун и вот себе на уме, да, весь включенный вовнутрь себя. На самом деле, очень сложный ребенок в общении, сложный в понимании. И на тренинге на большом, когда мы будем говорить про синий вектор, нужны особые приемы, чтобы с этим ребенком войти в контакт. Это возможно, но это труднее, чем с любым другим. Трудный уритральный ребенок в общении, там, с его свободой, трудный в чем-то мышечник, но обонятельник. Но самый трудный ребенок, это ребенок слуховой, потому что он наименее контактный, он настолько тихий, и нам с вами нужно будет научиться с этим вектором общаться, да, в себе и в ребенке. Ой, куда-то все поехало. Ну и, наконец, любимый ваш обонятельный вектор, фиолетовый ребенок, как вы его узнаете, чем он себя проявит. Да, манипулятор с детских лет. Я вот на своих трех детях все время пытаюсь понять, а с какого возраста обонятельник начинает манипулировать родителями. И есть ощущение, что, ну вот, где-то с года или с полутора. Одинной берениты, да. Они, конечно, манипулируют жалобами, а не ябеды. И потом они научаются это делать более искусно. Хорошо, замечательно. Итак, что мы с вами сделали? Мы с вами сформировали сейчас информационное поле, чтобы нам говорить дальше о векторах детей. В принципе, те, кто книгу не читал и сейчас посмотрел, послушал нас, я думаю, что некое представление людей сформировалось. Конечно, связь есть со странами и нациями, но, по-моему, я про это рассказывал на вебинаре. Ответы на вопросы о векторах можете посмотреть, почитать. Ладно. Теперь о значении векторов и о тестировании. Ну, вот та картинка, то, что вы сейчас видите, это редкая картинка. Это взрослый тест, я сразу скажу. Детей мы таким нашим стандартным тестом не тестируем, особенно маленьких. Я думаю, что стандартный тест наш подходит для ребенка лет где-то с 16-17. Хотя это условный возраст. Какие-то дети, они уже и в 14-15 выглядят и чувствуется, что они старше, а какие-то дети и в 17 лет еще достаточно инфантильные. Поэтому тут нельзя сказать, что вот стандартный тест на 80 вопросов, его со скольких-то лет можно применять и он достоверен. Ориентируйтесь на некую зрелость ребенка и можете попробовать тест дать и смотреть на результаты так немножечко с фильтром. Чем эта картинка интересна? Она очень четко разделяет векторы на те, которые заложены намного ярче других, те, которые намного меньше и те, которые вообще отсутствуют на этой диаграмме. Видно, что здесь преобладают черный, коричневый, но есть три вектора поменьше, а вот оранжевого не видно совсем. И такая картинка, она у детей встречается, если мы детей тестировали, крайне редко, потому что дети свои проявления, они иначе показывают. Нам очень сложно выявить у ребенка какие-то векторы, которые у него вообще отсутствуют. Нам может так казаться, но это чаще всего именно заблуждение. Чаще картинка бывает вот такая. То есть у ребенка проявляется все, как у взрослых. И многие вопросы, которые вы присылали, они об этом же. Там написано о том, как мне быть с ребенком, у которого много-много векторов. И на самом деле вопрос не сложнее от того, что у ребенка много векторов. Если мы умеем с каждым вектором обращаться, если мы понимаем каждый вектор, его суть, то мы найдем к каждому проявлению какой-то свой подход. И это не есть большая трудность для родителей. Это все можно делать легко, с пониманием, с какими-то играми, с очень приятным взаимодействием. И мы будем этому учиться немножко даже сегодня. В принципе, картинка, если посмотреть в целом на любого человека, в том числе на ребенка, она выглядит примерно так. Вот они 8 векторов. У нас у всех есть 8 отверстий. И поэтому у нас у всех есть 8 векторов. И неправильно говорить, что ребенок какой-то уритральник. И все. И как мне общаться с уритральным ребенком, который делает одно, другое, третье. Давайте мы все равно смотреть, что да, у ребенка есть более проявленные векторы в данный период жизни. Но даже думая о том, как обращаться с его уритральностью, мы должны смотреть на все остальные векторы. Многие из них, даже те, которые маленькие, нам дадут какие-то варианты. И нам помогут стабилизировать вот эту вот какую-то сверхяркую уритральность. Пару слов о принятии вектора. Когда мы говорим, что вектор принят и принят полностью, это значит, что если взрослый, то человек понимает в себе все качества этого вектора и может их использовать. Если мы говорим о ребенке, то принятый вектор обозначает, что ребенок с этими своими качествами, он находится в контакте. Он их в себе не отрицает, потому что их в нем не отрицают родители. Он относится к ним хорошо, понимает, что это часть его, часть его характера. Или он понимает это интуитивно как-то, или ему объясняют это родители, что ну вот ты такой. Например, родители, которые принимают хорошо коричневые векторы ребенка, они ему говорят, ну ты медленный, но ты в своей медлительности можешь быть очень продуктивный. Тебе для этого нужно делать это, это и это. И тогда ребенок понимает, что да, у меня есть некое качество, которое пускай не нравится учителю в школе, еще кому-то, но мои родители это качество понимают, они его принимают и они знают, как мне с ним быть. И вот тогда принятие вектора у ребенка будет большое. Если вектор не принят, вот то, что нарисовано на картинке, то понятно, что его потенциал никуда не девается. И вот те 25%, которые внизу, зеленая часть столбика, они проявляются у ребенка, но вычурно, гипертрофировано. То есть это те же самые качества вектора, но они сверхяркие. А 75%, которые здесь изображены фиолетовым цветом, это все подавленные качества. И в этом месте появляются симптомы, здесь появляются болезни. Ребенок это не принимает себе, ему не нравится какой он, он не находится в контакте с собой. Когда кто-то другой, ему эти вещи тыркают, для него это особенно болезненно. И когда непринятого каичного ребенка кто-то упрекает его медлительности, он на это реагирует очень тяжело. А если вектор принят, ему кто-то скажет, ты медленный, он скажет, ну да, я медленный, зато я там какой-то один, другой, третий, и у меня куча разных качеств позитивных есть. Это вот что касается принятия. Поэтому на вопрос, как определить ведущий вектор у ребенка, а такие вопросы приходят постоянно, я всегда привожу в пример салат. Есть у вас салат, да, на рисунке. Вот как определить какой это салат? По тому, чего здесь больше? Ну вот не знаю, у меня ощущение, что здесь больше винограда. А если посмотрите вы, то возможно у вас будет ощущение, что больше малины. И я думаю, что это зависит не столько от салата, а это зависит от взгляда, от наблюдателя. Например, родитель, у которого непринятый красный вектор уритральный, он, конечно, в своем ребенке уритральность будет занищать, и для него эти качества будут очень тяжелыми, очень неприятными. То же самое в обратной ситуации. Если у родителя кожный вектор зашкаливающий, то то же самое уритральные проявления для него будут в ребенке очень раздражающими. И тут вот человек, который смотрит, он в этом ребенке подчеркивает разные качества для себя. Иногда, когда я слушаю двух родителей, описание одного и того же ребенка, мамина и папина, оно очень отличается. И родители видят в ребенке проявление разных векторов. Это еще одно подтверждение того, что проявление вектора зависит от взгляда. И сегодня я еще буду это на примере показывать. Так все же, про тестирование детей. Детей, например, маленьких. У нас там было по статистике, что детям многим от года до трех, от трех до семи. Конечно, мы им тесты не подсовываем. Я считаю, что если вы разбираетесь в векторах, если вы читали книгу, если вы принимаете векторы в себе, то у вас не будет проблемы понять, какой вектор у ребенка заложен ярче, какой меньше, без всякого тестирования. Более того, вы сможете чувствовать, что в данном периоде жизни ребенок проявляет ярче вот такой-то вектор, тоже без всякого тестирования. Но если все-таки вам не в моготу и очень хочется хоть как-то использовать какую-нибудь методику для понимания векторов в ребенке, вы можете взять такую картинку. Вот она у нас есть на экране. Вы можете нарезать эти восемь квадратиков. У вас получится восемь фигурок. И предложить ребенку выбрать из этой восьмерки самую приятную для него фигурку. Пусть он посмотрит, подумает и какую-то из этих фигурок выберет. И вы можете решить, что на данном этапе вот этот вектор, он имеет большое значение. Заметьте, я не сказал, что он заложен генетически больше всего. Я не сказал, что он принят лучше всего. На данном этапе этот вектор имеет большое значение. Спустя 2-3 дня вы можете дать ребенку оставшуюся 7 квадратиков. И он выберет что-то из этого. И вы можете решить, что это второй вектор, который имеет значение. Ну и так далее. Каждые 2-3 дня вы даете выбрать из остатка что-то еще. Ребенок выбирает вам примерно в порядке, как вот для него эти векторы существуют и важны в данный момент. Насколько этот тест валидный? Ну, он показывает определенные вещи. То есть, если ребенок действительно яркий уритральник, и сейчас у него период такой, когда этот вектор проявляется ярче, то он треугольник красный вытащит у вас в первую или во вторую очередь. И чаще всего это так. Ну, давайте решим, что валидность теста процентов 75. Это не абсолют. Но, если ребенок поставил на последнее место, и там не вытащил, например, зигзаг фиолетовый, то это вовсе не говорит о том, что у ребенка нет фиолетового вектора, или что вектор этот не принят. Просто в данный момент, вот для него эта штука, она не актуальна. Это просто информация. Это не вывод, это не картинка, не справка, которую выписал психолог, описав портрет ребенка по векторам. Это, скажем так, некое наводящее на мысль простое тестирование. Вот это можно использовать для детей раннего возраста. На вопросы отвечу после перерыва. Хорошо, если что-то есть, то пишите в чате, у нас будет потом пауза, я на вопросы поотвечаю. Чем отличаются проявления векторов у детей и у взрослых? Ну, прежде всего, детские векторы, они проявляются прозрачно и наглядно. То, что у взрослых уже скрыто какими-то привычками, скрыто их комплексами, разными ситуациями, через которые они в жизни прошли, очень часто проявление векторов у нас, оно такое перекореженное. И поэтому мы все друг от друга очень отличаемся. Дети в этом месте чуть более похожи. И если есть ребенка зрительный вектор, то он будет проявляться в полной красе. Он может проявляться более гармонично, как любовь к прекрасному, восторженность, или менее гармонично, как та же самая плаксивость и слезливость. Но это будет ярко, это будет видно, заметно, не прикрыто. Второе отличие, что вектор очень часто какой-то один проявляется ярче, чем все другие. И понятно, что все мы перемешанные, у всех есть 8 векторов. Но у детей определенные существуют стадии, когда какой-то вектор проявляется ярче, чем остальные. И если посмотреть на ребенка в этот период жизни, то можно составить ошибочное представление о том, что он такой есть, что вектор у него главный. Но проходит месяц или два, и вы замечаете, что ребенок проявляется совершенно по-другому. И вот эта яркость, она часто путает родителей, она часто путает учителей, взрослых, кто с ребенком общается. Есть ощущение, что ребенок просто моновекторный. Вот это не так, здесь важно не запутаться. Третье отличие, это очень быстрые реакции вектора. Детки реагируют моментально на изменение ситуации, состоянием, настроением. У них вектор или входит в невроз очень быстро, или наоборот расслабляется как-то. То, что у нас у взрослых требует времени на изменения, у детей проявляется очень быстро, очень легко. И в этом месте психотерапия ребенка, она очень благодарна, она работает быстро. Если вы увидели какой-то непринятый вектор в малыше и создали условия для его принятия, гармоничного развития, то вы эффект увидите очень быстро, иногда спустя часы даже, может быть на следующий день. Со взрослыми такое бывает очень-очень редко. Четвертое отличие, это очень быстрая смена векторов. То есть ребенок из одного проявления переходит в другое очень быстро. И вот слово «постель» для меня, напоминалка, я обычно пример такой рассказываю, что живет мама с уритральным ребенком, с красным вектором. Он никогда за собой ничего не убирает, постель не застилает, такой активный, быстрый. И она все время мечтает о том, чтобы у ребенка хоть немножко проявились другие векторы. Анальный, кожный. И вдруг какое-то утро, ребенок просыпается, и в отличие от других дней, он очень медленно садится у себя на кроватке, потягивается, встает и начинает убирать за собой постель. То, чего никогда не было. Мама смотрит на ребенка, видит, что он не похож совершенно на себя привычного. Она к нему подходит и кладет ему руку куда? Ну, конечно, на лоб. И она спрашивает, а ты не заболел, ты себя хорошо ли чувствуешь? Ребенок говорит, нет, не заболел и так далее. Но мама беспокоится. Она видит, что он не такой, как был вчера, как был позавчера и остальные дни. Она не знает, что делать. Она не поддерживает его вот эти проявления. А мы с вами можем догадаться, что в это время у ребенка как раз начал проявляться, например, коричневый вектор, анальный. И пусть этот вектор гораздо меньше, чем красный, но настало какое-то время его реализации, и мама его не поддержала. Приходит следующее утро, ребенок вскакивает на кровати, одеяло в одну сторону, одежду там куда-то бросил и побежал. И все. И он опять думает о том, надо же, как вот ребенок разбросанный, опять ничего не убирает, не делает. И очень важно взрослым поймать вот это вот переключение быстрое, когда у ребенка начал проявляться какой-то другой вектор, пусть не самый яркий, не самый большой, но это место заметить и поддержать. И тогда можно слабый вектор подтянуть, поддержать и вывести его в то состояние, когда он очень хорошо балансируется с тем вектором, который заложен от природы ярко и сильно. И вот это важно понимать в плане переключения быстрого вектора. Дальше. Дети очень легко встраиваются в шаблоны взрослых. И если есть какое-то яркое проявление вектора, оно не принимается родителями, оно подавляется, то ребенок ищет варианты, как ему это качество спрятать, как себя изменить, чтобы соответствовать ожиданиям взрослых. И понятно, что взрослые люди тоже могут, живя с партнером много-много лет, строиться в какие-то его рамки и шаблоны, но у детей это происходит быстро и легко. И вот этим-то как раз опасно забивание векторов в ребенке, что мы можем не заметить, как какой-то вектор мы своими претензиями загнали вглубь, а потом уже чувствуем, что его вроде и нет, он не проявляется или он не принят и в неврозе. И последнее. Очень часто и тоже быстро у детей проблемные векторы переходят в симптомы и болезни. Это так называемая соматизация. Ребенок свои психологические трудности переносит в болезни соответствующего вектора. И как только обонятельный ребенок столкнулся с неприятным запахом, у него тут же идет реакция, у него поднимается температура, насморк, и это происходит мгновенно. Нам, взрослым, все-таки требуется больше времени на вот такие соматические телесные реакции. А у детей они быстрые и прозрачные. Это, с одной стороны, хорошо, потому что можно сразу отследить, где ребенку стало дискомфортно, у него там начинает болеть проблемная зона. И можно легче поймать эту ситуацию, где он чувствует себя нехорошо. Это про отличия. Теперь давайте немножко поговорим о том, от чего, в принципе, зависит проявление векторов у детей. Ну, прежде всего, сейчас я указочку возьму. Прежде всего, это, конечно, генетически заложенный потенциал вектора, то есть то, что мы называем значение. Понятно, что вектора, которого у ребенка изначально нету от природы, или который заложен в нем генетически очень слабо, он проявляться не будет. Поэтому значение векторов – это в любом случае база. Второй момент – это принятие ребенком своих векторов. Как оно формируется, вы, наверное, читали в книге, и я сегодня об этом скажу пару слов. И, наверное, вот эти вот два фактора – это та часть, которая имеет отношение к самому ребенку, значение векторов и их принятие. Вот я это в такой желтенький овал введу. Это та часть, в которой мы можем влиять непосредственно ребенка. Ну, то, что касается принятия. Понятно, что на генетику мы не повлияем. Но есть еще много всего другого, что влияет, и это уже к ребенку имеет отношение лишь опосредованное. Давайте посмотрим, что это. Прежде всего, это, конечно, векторы родителей, то есть значение генетически, то, что в них заложено. И иногда ребенку везет, и у родителей есть такие же векторы, как у ребенка, и очень часто в этом месте есть контакт. Единственная пара, которая наиболее противоречива, это, конечно, красный родитель и красный ребенок. И про эту пару мы сегодня отдельно будем разговаривать. Но чаще всего совпадение векторов ребенка и родителя – это плюс в понимании, в построении контакта и гармоничных отношений. Но наличие данного вектора у родителей еще не гарантия успеха. Потому что есть принятие родителями своих векторов. Оно может быть как большим и полным, так и очень слабым. И вы знаете или догадываетесь, что если родители не принимают векторы в себе, то они не принимают и такие же векторы в ребенке. И в этом месте как раз почва для конфликтов. Но это еще не все. Ну да, вот последний, который появился, квадратик – это принятие родителей векторов ребенка. То, что и запускает принятие им собственных векторов. Но здесь есть еще один важный пункт, который очень часто упускается из видов. Это принятие родителями векторов друг друга. И классно, когда родители живут в любви, гармонии, в понимании, когда они оба по неску раз прочитали книжку, все поняли в себе, все поняли в партнере. У них любовь и все хорошо. Но идеальная ситуация такая бывает редко. И чего греха таить, очень часто мы в своих даже любимых и близких партнерах, супругах какие-то вектора, какие-то вещи не принимаем. И если мы живем вместе, это одна ситуация. А если мы находимся отдельно, если родители развелись, и развелись из-за конфликтов, и жестко как-то расстались, то непринятие друг друга и непринятие векторов друг друга у них есть, есть сильное. И как бы родители не относились к своему ребенку, к своим детям, если они не принимают векторы друг друга, то и ребенок у них вот эту частичку берет, и он тоже начинает не принимать какие-то векторы в самом себе. Это, наверное, самый сложный момент, один из самых сложных. Потому что принятие в себе, можно с ним поработать, вы знаете как. Принятие в ребенке, в общем, тоже книжку почитали, и ребенок же ваш родной. А вот принятие в партнере того, что вам не нравится, того, что вас раздражает, бесит, и то, что, возможно, послужило поводом для расставания с партнером, вот эта штука сложная. И сегодня мы, конечно, этим не будем заниматься. Но иногда это очень большой ключик к движению ребенка к гармонии. И на нашем тренинге, который впереди, мы будем очень подробно эту тему разбирать. И я не буду вам предлагать отношения с партнером разрушенные, восстанавливать, это личное дело ваше. Но внутри себя принять векторы партнера и их проявления, которые пока вы не принимаете, это можно. У нас будут на эту тему специальные упражнения. Вы сможете их отрабатывать, потом делиться опытом в группе, получать от меня некую обратную связь. И это то, что в ваших руках. Это то, что действует на ребенка в очень разных направлениях. На его психологическое состояние, на его здоровье, на успехе его в учебе. То есть это потрясающая штука. Вот если нам удастся взять вот этот вот квадратик, принятие векторов друг друга, то вы увидите эффект в течение дней до окончания тренинга. Это не то, что вы сейчас поделаете, а через полгода у вас будет. Это все происходит очень быстро. И мы будем эти вещи в упражнениях с вами оттренировывать. Ну, конечно, не только векторы влияют на проявление этих качеств у ребенка. И я здесь выделил еще три важных пункта, которые не имеют прямого отношения к векторам, но влияют на эти векторы. Давайте пойдем слева направо. Правильное распределение ролей в семье. Могу сказать по опыту своему, что в редкой семье роли распределены правильно. В редкой семье выстроена та иерархия, в которой каждому комфортно. А это достаточно четкая система. И как для вас очевидно, что родитель он старше, чем ребенок, как бы это ни было. Так же и распределение вот этих вот ролей, оно очень четкое, есть правильное, и есть разные его нарушения. И на самом деле ребенку внутри, в душе, комфортно быть именно на своем месте, на месте ребенка. И если это старший ребенок, то ему комфортно быть на месте старшего ребенка. А если это младший ребенок, то ему комфортно быть на месте младшего ребенка. Но это, опять же, я говорю, внутри, в душе. Очень часто дети стремятся занять в семье не свое место. Младшие, бывает, стремятся на место старших детей, им хочется поуправлять, покомандовать. Иногда старшие детки, они стремятся, наоборот, избавиться от той ответственности, которая на ней лежит. И что еще часто бывает? Иногда в семье дети становятся на место родителей, а родители становятся на место детей. Это как такая вот ролевая игра, которая продолжается днями, неделями, месяцами, годами. И понятно, что ребенок к этому стремится, он какие-то из этого выгоды получает. И если вы с такого пьедестала ребенка попробуете свергнуть, у вас будут проблемы, скандалы, конфликты, проблемы со здоровьем, и вы решите, господи, пусть он уже вот сидит там на этом нашем главном месте за столом и всеми управляет, чем мы тут огребем такие проблемы. Первое. Это плохой выход. Хороший выход – это правильно распределить и расставить роли в семье, когда каждый займет свое место. И мы на тренинге будем эти варианты с вами отрабатывать, как сделать мягко, экологично, чтобы никому не стало плохо, чтобы все члены семьи заняли свою правильную позицию, и чтобы они находились в правильных отношениях. Да, в маленьком возрасте может занимать роль родителя. Это не так ярко проявляется, но это может быть. И я видел семьи, где настолько ребенок управляет мамой, не потому, что он обонятельник, не потому, что он какой-то там манипулятор, ему нужны интриги блести. У них просто так роли распределились. И сейчас нет времени подробно эту тему разбирать, мы оставим на тренинг. Но там все эти варианты мы разберем и в упражнениях посмотрим, что вы можете сделать. И вы попробуете эти вещи в своей семье простроить, потом расскажете, что у вас получается. Еще одна важная вещь. Это устои данной семьи и социальной группы. Они могут быть очень разными, и это касается часто семей интернациональных, которые пришли из разных родов. И бывают ситуации, когда родители ребенка, они люди абсолютно не имеющие отношения к религии, не верующие, но они из двух родов, у которых разная вера была. И как быть родители не говорили, что мы вообще к этому не имеем отношения, мы смотрим на все одинаково, мы близки. В них все равно есть вот этот разный потенциал, они из разных культур произошли. И если они этому дают место в своей жизни, если они эти вещи понимают и учитывают, даже при том, что сегодня они не ходят ни в церковь, ни в мечеть, никуда. Но они это помнят и этому дают место. Тогда они могут соединиться и вместе направить энергию на ребенка, и ему будет комфортно. Если вместо вот этой разницы культур не дано, то эта разница все равно будет действовать, и она ребенка будет в каком месте внутри немножечко разделять. Даже когда эти темы не звучат в семье, когда об этом не принято говорить, когда у нас просто вот семья, мы интернациональные, и не важно, что мы из разных культур. Это забывается часто, это не учитывается, а это штука рабочая. Ну и когда ситуация явная, и когда есть в семье какие-то противоречия, как бы они не скрывались от ребенка, они все равно будут отражаться. И есть даже конкретные симптомы и болезни, по которым сразу можно посмотреть и сказать, ага, слушайте, а вот тут папа с мамой, они у вас не из разных каких-то культур, привычек, общностей и так далее. И оказывается, да, из разных. Даже не в виде родителей это можно заметить по ребенку, по его симптомам, по каким-то проявлениям. С этим тоже можно работать, с этим не сложно работать. Вот роли расставить, это да, надо потрудиться, а вот с этими вещами здесь больше нужно понимание. И третий момент, который хотелось мне подчеркнуть, это четкие и понятные границы, которые существуют для ребенка, которые существуют в семье. Понятно, что для разных детей границы должны быть разными. У ритральника, у красного вектора, конечно, границы они больше, ему нужно больше свободы. У мышечника, у черного вектора, у кожника оранжевого границы как бы ближе к нему. Но в любом случае границы должны быть четко обозначены. И если этого не происходит, то ребенок себя чувствует дискомфортно. Больше всего это, конечно, касается черного вектора, оранжевого, коричневого. Но это касается и красного также. Даже его вот эти вот большие границы с большой свободой, если вы ему готовы это дать, и это здорово, они должны быть ему понятны, и он должен очень хорошо понимать и чувствовать, за что переходить нельзя. Детки обладают удивительным умением продавливать эти места у родителей. Они свои границы постоянно расширяют, и это их стремление правильное, физиологическое, и все в этом месте хорошо. Но задача родителей эти границы держать, держать четко, без какой-то излишней жесткости, но держать эти границы. И вот тогда ребенок себя чувствует очень целостным. Он понимает, что есть его свобода, есть ограничения, он понимает, что через что-то он переступить не может, и это место держат родители. Если родители границы не держат, то у ребенка есть два варианта. Или он должен сам держать границы, это очень тяжело. Некоторые детки на это способны, но это обычный перегруз, это обычная симптоматика какая-то вылезает и другие проблемы. Или ребенок вообще границ не чувствует. Он еще не в том возрасте, чтобы сам внутри себя этот стержень простроить, и ему тогда очень тревожно. А тревожность появляется во всех сферах жизни, и строить правильные границы, четкие, тоже будем учиться с вами на тренинге. И именно по-разному, с разными векторами в детях. То есть с уритральником мы строим границы одним образом, а с мышечником совершенно по-другому. Да, запись будет. До встречи всем, кто уходит. Еще одна тема, которую не хотелось обойти вниманием, это порядок проявления векторов у ребенка. Виктор Толкачев, который все это придумал, и который основатель системы векторов, вот он на рисунке, он утверждал, что порядок проявления существует, и он существует у всех детей, и он одинаковый. И вот порядок у вас здесь виден на рисунке. Начинается все с черного вектора мышечного, потом идет синий слуховой, за ним красный уритральный, потом оранжевый кожный, зеленый зрительный, желтый оральный, фиолетовый обонятельный, и завершает это все коричневый анальный. Если это все замкнуть в круг, то получается, что ребенок проживает некие стадии, стадии яркого проявления своих векторов вот в таком порядке. Я этот порядок первый раз увидел, узнал на курсе у Толкачева 20 лет назад, да, в этом году, кстати, вот уже 20 лет, как я первый раз прошел тренинг по векторам у Толкачева. Ну вот за все эти 20 лет, сколько я не работал со взрослыми, с родителями, с учителями, с детьми, я подтверждения этому не нашел. И с моими тремя детьми я не вижу, что векторы чередуются именно так. Да, они чередуются, да, есть более яркие стадии или менее яркие стадии у каждого вектора, но вот чтобы это был всегда один порядок, ну вот никак, при пристальном взгляде, никак у меня не получилось это все увидеть, да. Нескоричнево начинается, да, к сожалению, вот эти вот стадии, которые описал Фрейд, стадия анальная, генитальная и оральная, они правда существуют, но это немножечко не то, что векторы. И там описано только три стадии, а здесь, как вы видите, да, у нас векторов 8, и остальные должны орально-анальная, полическое, да, да, есть такой порядок. Ну вот про векторы я такого сказать не могу. У разных детей вот эта вот яркость, она проявляется в разное время. И есть дети, которые очень слабо проходят одну из этих стадий или две, и у них в этот момент проявляется другой вектор. Поэтому вам для, не знаю, интереса общего развития, вот я этот порядок показал, но в жизни я ему подтверждение не нашел. Планинец, следующая книга, да, хочу сделать к концу этого года книжку про детей. Файл презентации будет выложен для вас после окончания, ну, может быть, сегодня к вечеру вместе с записью, поэтому найдете его, придет вам письмо, где его скачать, скачаете. Ой, Мария, как не подарить ребенку уритральность, не успею сегодня ответить, это можно сделать, это не просто, у меня такая задачка с двумя своими детками уритральными, я ее решаю как-то, ну, поделюсь уже больше на тренинге на большом. Вот, значит, что еще по вопросам? В тесте, который мы даем детям, вот эти вот 8 фигурок, важны ли оттенки цветов? В принципе, нет, это не тест Люшера. Вот у Люшера было очень важно, чтобы мельчайшие оттенки соответствовали именно тому, что он придумал, он делал опыт там на десятках тысяч людей. Здесь не так важно, здесь коричневый, это просто коричневый. По поводу того, чтобы давать раздельно, выбирать фигурки и цвета, это лучше работает у взрослых, причем, если вот вы эти фигурки нарежете, но они будут бесцветные, то выбор фигурки взрослым человеком больше соответствует длительному состоянию. Человек, который выбирает сегодня треугольник на первое место, он выбирает его там и завтра, и послезавтра. Это больше, что ли, имеет отношение к значению вектора, к тому, что заложено. Выбор цвета более эмоциональный, сиюминутный, и имеет отношение к принятию чуть больше и к состоянию в данный момент. На детях плохо это разделение работает, пробовал я эти вещи делать. Все-таки лучше здесь не путать детей и себя, давая им раздельно выбирать цвета и фигурки. Нарежьте то, что есть, это выверенные картинки наши, они специально отрисованы так дизайнером, чтобы соответствовать и по цвету, и по форме тому, что надо. И детский выбор в этом месте лучше совмещен, формы и цвета. Еще был вопрос про книги в Германии и в других странах, где можно купить. Я не знаю, где можно купить книжку в Германии, но я знаю, что мы отправляем книжки в Европу, и стоит, по-моему, у нас эта отправка, то ли 300 рублей, то ли 400 рублей, ну в общем, это меньше, чем 10 евро. И книжки доходят хорошо, еще не было ни разу, чтобы книга наша не доходила куда-то. Поэтому заказывайте, есть там у нас на сайте ссылочка, как заказать бумажную книгу. Книги у нас недавно дошли в Штаты, в Австралию, в Новой Зеландию и в Европу, и никто пока не сказал, что книжка не дошла. Ну, до кого-то шла там 2 недели, до кого-то 3 недели. Поэтому это все доступно, пожалуйста, книжки отправим. Их не так много осталось, в принципе, они первой тиражей заканчиваются, поэтому лучше не тяните. Вот. В тренинге по детям будет больше информации книги про детей? Конечно. А, чем в будущей книге про детей? Я думаю, что примерно так же, но тренинг он же живой. Там не только информация. Мне в тренинге интересно, чтобы вы не просто послушали меня. Тренинг не лекция. Это упражнения, это вопросы, ответы. Это я вот сегодня не успеваю ответить на многие вопросы. А на тренинге нас будет человек всего 8 или 10. И поэтому у нас там больше времени, мы можем обсуждать какие-то вещи, вы можете пробовать, делать, и я буду отвечать и давать обратную связь. Поэтому тренинг, он не информационной составляющей интересен. Хотя, конечно, информации там будет много, и я сейчас пишу про разные векторы, про взаимодействие, суть нашего тренинга. А по парным отношениям будет после детей. А про управление реальностью не понял вопрос, потом отвечу. Что? Тренинг? Там тоже упражнение. Ладно. Вперед. А книга по управлению реальностью будет книга тоже в этом году. Но она будет, наверное, самознатовская, поэтому не дешевая. А про детей будет обычная. Ладно. Вперед. Поехали. Вечный вопрос. Можно ли с помощью векторов решить все проблемы ребенка со здоровьем и с поведением, и с отношениями? И, наверное, внутри вас есть правильный ответ, что нет, конечно. Но почему-то очень хочется. И давайте я сейчас так обзорно просто покажу те слои, которым еще нужно уделять внимание. И мы всеми этими слоями будем заниматься на тренинге, а не только лишь векторами. Итак. Вот чтобы представить себе, что влияет на состояние ребенка здесь и сейчас, какие существуют слои в психологии, те, что имеют значение, я сейчас такую построю вам пирамидку. Для того, чтобы она у вас лучше улеглась, представьте себе сейчас любое состояние ребенка, которое имеет для вас значение, позитивное или негативное. Это может быть какой-то симптом, или какое-то заболевание, или как что-то в отношениях, или то, о чем задавались вопросы. Это касается сейчас любого состояния ребенка, которое волнует вас сегодня, 4 марта. Понятно, что имеют значение текущие события, то, что происходит сейчас в жизни. И это может касаться общения со сверстниками, с родителями, каких-то вещей происходящих у ребенка, в садике, в школе, дома. Но это все идет на фоне принятия ребенком своих векторов. И если в этом месте все хорошо, если векторы приняты, то ребенок текущие события проходит легче. Если векторы не приняты, то много есть мест, которые могут его в этой сфере задеть. Следующий слой. Это события раннего детства. То, что происходило, когда ребенок был совсем маленький. Если он сейчас уже постарше. И эта зона, она влияет на то, что происходит здесь и сейчас, то, что происходит сегодня. И не случайно Фрейд, который первым начал описывать чувствительные отверстия, хотя не называл их векторы, он-то всю жизнь изучал события раннего детства, детские травмы, понимая, что они имеют значение для текущих событий. И в детстве тоже принятие векторов, оно как раз и закладывалось. Что-то в ребенке мы принимаем и поощряем, что-то мы наоборот отвергаем. И поэтому принятие работает вот на этих двух этапах, что ли, в двух слоях. В событиях раннего детства и в том, что происходит сегодня и сейчас. Кстати, у взрослых то же самое. Вот эта схема, она к нам с вами подходит аналогичным образом. Но это еще не все. Разумеется, есть этому всему база, это база генетическая, то, что в нас заложено от природы, и в том числе это значение наших векторов. Понятно, что генетика – это не только векторы, это очень много разных качеств. Но то, что касается психологии, во многом завязано на заложенные генетические наши векторы, какие от природы у нас есть. И если что-то в нас не заложено, ну как не заложен пигмент в глазах, и тогда глаза светлые, не заложен некий вектор, будь то мышечный или уритральный, его невозможно ни развить, ничего с ним сделать с помощью принятия, ну вот чего нет, того и нет. И вот, кстати, когда я говорил про социальные разные нормы в семье и так далее, вот тут тоже очень важно про принятие векторов. Просто для примера, в некоторых культурах отдельные векторы очень поощряются, а другие векторы, например, считаются, ну, чем-то не тем, что надо. Один из ярких примеров – это еврейская культура, еврейские семьи, в которых мышечный вектор обычно не поощряется. Считают, что еврейский ребенок должен быть каким-то очень интеллектуальным, думающим, развитым, и все внимание уделяется на развитие его других качеств. А мышечность, она забивается, а это несет свои проблемы, потому что забитый мышечный вектор, он проявляется в здоровье, и многие еврейские детки не потому болезненные, что вот у них какое-то не то воспитание, а потому что вектор силы стабильности, в том числе физической стабильности, он у них изначально не поддержан родителями. Есть и другие культуры, где какие-то другие векторы, где-то очень не принято та же самая кожность или обонятельность, и там это подавляется. Это просто вот к той теме, как важно и как влияет некая вот социальная среда и культуры, в которой ребенок растет на принятие. Значит, мы ушли от генетики. Ну и генетика не самый нижний слой. В одним еще есть интересный слой, да, Мария, до встречи, смотрите запись, конечно. Есть интересный слой, системный, имеющий отношение к нашему роду, к нашей семье. И у нас на сайте ПСИ-8 есть такой вебинар, называется «Скрытые связи». Он платный, но он недорогой. Я очень советую его посмотреть. Он, кстати, включен в один из пакетов нашего тренинга про детей, потом я расскажу о нем. Это те события, которые происходили с нашими предками. Я имею в виду какие-то ближайшие поколения, да, там не 10-е, 20-е колено, а ближайшие поколения к ребенку, это его бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, некие тяжелые события, какие-то нарушения порядков в их семьях, в их системах, какие-то трагические события, они не пропадают из истории семьи, и даже если о них не знают родители или сам ребенок, эти вещи иногда могут сильно влиять на ребенка, гораздо сильнее, чем нам кажется. И к этому слою есть свои подходы, с ним можно работать с системными расстановками, другими вещами. Мы с вами на тренинге не будем делать системные расстановки, но определенные подходы к этому слою нам нужны, потому что вы будете в него упираться. Работая с какими-то проблемами ребенка, с его состоянием, со здоровьем, вы где-то упретесь в то, что векторов вам не хватает, и вам нужно будет пойти дальше. И у нас все участники живут в разных местах, где-то доступно больше помощи, психолога, где-то меньше, но некий минимальный набор, который доступен вам всем, для того, чтобы вы его сделали сами дома, и потом рассказали, мне получили некую обратную связь, вот именно касающийся вот этого системного слоя, родового, он у нас на тренинге будет, и мы с этим будем работать, троллер. Еще ниже есть более глубокие слои, я этими вещами не занимаюсь, я понимаю, что они существуют, то, что касается души, кармы и всего остального, и нам важно знать, что этот слой есть, никуда от этого не денешься, но вот это то, что не входит в мои задачи, и мы можем этот слой помнить, его учитывать, понимать, что из него есть какие-то влияния, но это то, с чем мы работать на тренинге не будем, потому что я в этом не разбираюсь. И нельзя было еще одну штуку упустить, вот она сбоку здесь нарисована, это астрологические влияния. Если честно, я большой период в своей жизни относился к астрологии достаточно сдержанно, хотя периодически были какие-то факты, говорящие о том, что векторы и звезды, они имеют какую-то связь. И в последнее время я эту связь нахожу все больше, и даже есть такой вопрос одного из участников, да, про связь астрологии и векторов. Это то, чем я сейчас занимаюсь, это вот сейчас сфера моих интересов, понять, какое тут влияние есть и как можно это использовать. Я думаю, что я когда какой-то минимальный набор знаний наберу на эту тему, я сделаю вебинар, ну, может быть, там, летом или осенью, и вы про это дело узнаете. Вот такая вот есть пирамида, и все эти слои влияют на состояние ребенка здесь и сейчас. И со многим из этого мы можем работать и мы можем на многое влиять, конечно, не на генетику и не на звезды, но вот на другие слои можем. Сейчас просто на примере проблемы мне хочется ярко показать, как разные слои влияют на одну и ту же ситуацию. Давайте возьмем такую задачку. Подросток, уритральник, у которого генетически яркий заложен красный вектор, ничего не хочет, ни к чему не стремится. Ситуация реальная, с которой часто обращаются родители. Ну, вот давайте по слоям пробежимся. Текущие события как могут влиять на ребенка? Ну, например, если нет ни одной сферы, в которой уритральный ребенок может себя почувствовать первым, лучшим, единственным, если он и в семье, и в школе, и где-то еще вписан в систему, где он единица из отряда, то тогда у него нет шанса выделиться из толпы, и для красного ребенка это некий тупик, зачем тогда что-то делать. Это просто текущие события, это не детские травмы, это даже непринятие векторов, это некая ситуация в жизни, где он не находит своей ниши, где он не находит места. Это наиболее простой слой. События детства, например, у этого красного подростка в детстве был такой же уритральный папа с непринятым красным вектором, наверное, нет ничего страшнее для красного ребенка, чем непринятый и дисгармоничный красный родитель, потому что такой родитель в ребенке вектор забивает, выкорчевывает, вводит в невроз и страшные вещи. Поэтому, если такие события в детстве у ребенка были, то он живет дальше с некой установкой в голове, что у меня просто нет возможности расправить крылья, я со всех сторон буду подавлен, то, что касается детства. Ну, если залезть совсем глубоко, в какой-нибудь семейный родовой слой, например, я привел очень яркий, понятно, что в жизни оно все как-то более смазано, но это тоже реальная ситуация, когда есть в роду какая-то тяжелая история, когда некий родственник, например, прадед этого ребенка, добившийся успеха, вдруг все потерял, иногда потерял жизнь в сложной ситуации, в войне или в революции, и тогда через эту семью, через, условно говоря, через гены, что ли, передается идея о том, что быть успешным опасно, и те, кто добивается успеха, могут пострадать, это все идет на уровне бессознательного, но ребенок с этой внутренней даже идеей, установкой может жить, и поэтому он избегает ситуации, где может тебя ярко проявить. Просто пример, как можно работать и смотреть на разные ситуации. когда нужно об этих слоях задуматься, когда нужно задаться вопросом, а вообще что происходит с ребенком, из какого слоя идет проблема? Прежде всего, это когда есть какие-то проблемы со здоровьем. и даже если у вас есть ощущение, что данная проблема связана никак не с психологией, это может быть какая-то травма, проблемы в родах, еще что-то, все равно все эти жесткие ситуации могут дальше в жизни развиваться по-разному, в более жестком сценарии или в более мягком сценарии. Чего бы ни касалось, если есть серьезные проблемы со здоровьем, смотрите на эти слои и задавайтесь вопросом, откуда идет проблема и что на нее влияет. Любые задержки в развитии, в развитии физическом, интеллектуальном, эмоциональном, это тоже повод посмотреть на разные слои, на то, что с ребенком происходит в плане векторов, в системном слое и так далее. Тяжелое психологическое состояние, когда ребенка колбасит, когда его раздирает, когда вы чувствуете, что ему плохо и тревожно. Это может быть его тревога, и это может быть не его тревога, а которую он берет от родителей или из системы. И это можно диагностировать. И у нас на тренинге будет специальное упражнение, или даже два, где мы будем учиться определять, из какого слоя идет вот эта проблема, неважно это здоровье или состояние. Потому что прежде всего понять источник, а потом уже мы решаем, что когда вы смотрите на ребенка и понимаете, что не соответствует его реакция событиям, не соответствует его состояние реальности, которая есть вокруг него. И тоже есть много вопросов на эту тему, когда ребенок видит весь мир в негативном цвете, еще что-то. Вы понимаете, все у него хорошо, и при этом он говорит, ужас какой, день ужасный, вчера был тоже ужасный, и завтра будет ужасный, и у вас есть ощущение некой нестыковки, ребенок живет не в этой реальности, он воспринимает события через какую-то свою призму, и тогда тоже посмотрите на эти слои. Ну и пятый пункт здесь это трудности в отношениях, когда проблемы с коммуникацией в семье, с родителями, с братьями, сестрами, в детском коллективе, не какая-то ситуативная сегодня была и прошла, а когда ребенок просто не умеет строить эти гармоничные отношения, на это тоже могут иметь влияние разные слои, то, что мы сейчас разбирали. Да, стрельцы бывают яркие уритральники, и овны тоже. Поэтому прежде всего, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, вот хотя бы из тех пяти перечисленных, два вопроса у нас есть. Как определить и из какого слоя исходит эта проблема и какие слои на нее влияют, и с какой стороны подходить к ее решению. И я хочу, чтобы мы сами на тренинге выходили за рамки векторов и смотрели на разные ситуации. Мы будем говорить про границы в семье, мы будем говорить про распределение ролей, про то, как примирить разные культуры, ну конечно про векторы, потому что это основа того, чем мы здесь занимаемся. как построить отношения каждого вектора с каждым. У нас будет одно занятие посвященное одному вектору и на этом занятии будем разбирать как родителям с разными восьми векторами строить отношения с ребенком с этим вектором. Понятно, все это потом мы сложим в целостную систему, потому что детки тоже все многовекторные. Сейчас просто коротко, чтобы было понятно и чтобы вам было с чего стартовать в своих действиях уже сегодня. Что могут сделать родители для гармонизации векторов ребенка? Первая вещь, наверное, понятно, принять векторы в себе, в самом родителе, принять векторы в партнере, то, о чем я говорил сегодня в начале, понимая, что тот вектор, который вы не принимаете в партнере, он у ребенка может вылезти в зашкаливающем варианте, и для ребенка тоже дискомфортно, но он берет на себя то, что мы исключаем из системы, некого партнера, его качества, ребенок будет их ярко отражать и напоминать, ага, в системе это существует. быть внимательным к проявлениям слабо выраженных векторов у ребенка и их поддерживать, стимулировать. Это то, что я говорил в примере про убираемую постель, когда вы заметили проявление слабого вектора, чтобы подпитать его, поддержать, и тогда будет в этом месте ребенок более стабильным. Правила, по-моему, есть в книжке, а может нет, то, чем мы пользуемся очень часто, это акулькуренно удовлетворить потребности ребенка, которые неприемлемы изначально. Любые потребности. Это может потребности есть много сладкого, или потребности к частой мастурбации, или потребность какие-то вещи где-нибудь воровать. Самые разные вещи, которые мы видим, что они зашкаливают, что они неадекватно неприемлемы, с ними можно работать, можно находить истинную потребность этого вектора, потому что это только проявление, а есть за этим проявлением какая-то внутренняя потребность. И если мы ее увидели, поняли, то мы знаем, как ее оккультуренно, то есть приемлемым способом можно удовлетворить. когда ребенок постарше, можно на доступном языке рассказать об особенностях его векторов, что есть у тебя какие-то качества, ты можешь ими пользоваться, позитив, и тогда у ребенка наступает некий мир внутри, в душе, он понимает, что это есть его неотъемлемая часть, и родители это принимают, а у родителей свои неотъемлемые части, и тогда ему комфортно, он легче может выходить в мир, даже со своими качествами непродуктивными. Пункт 7 остался за кадром. Это все про слой векторный, Что можно сделать в системном слое, то, что касается наших переплетений с членами семьи? Ну, прежде всего дать место, это такое понятие из расстановок, когда мы держим в памяти, во внимании тех членов семьи, которые были исключены. Ну, вот, если хотите подробнее на вебинаре. Важно понять, не несет ли ребенок на себе что-то тяжелое из семейной истории, какие-то травмирующие события. Очень часто детки, как самые слабые звенья в этой цепи, они несут на себе то, что тяжело нести родителям. И редко это происходит осознанно. Иногда смотришь на ребеночка маленькую и видишь, что на нем некая тяжесть. У него ничего в жизни нет такого страшного. У него хорошие родители, они его любят, они ему все делают, о нем заботятся. У него объективно классная жизнь, но на нем прямо видишь, на плечах какая-то тяжесть лежит. И часто это тяжесть из родовой системы, о которой даже не догадываются родители. Эти вещи тоже важно уметь определять и эту тяжесть ребенка снимать. Ну и важно еще понять, не замещать ребенок кого-то из исключенных членов семьи. Потому что когда мы кого-то исключаем, говорим про кого-то, что его не было или нехороший человек, то ребенок неосознанно на это место психологически встает и начинает себя чувствовать так, как чувствовал бы на этом месте себя другой человек. Это вот про системный слой. В текущем слое, кроме векторов, то, что я уже рассказывал, поставить ребенка на его правильное место в семье, это место всегда одно. И это проявляется и в отношениях, это проявляется в тоне, в котором ребенок разговаривает с родителями. Это проявляется даже в месте за обеденным столом, которое должно быть очень четкое у каждого члена семьи. Но если вы просто ребенка пересадите из его главного места, на троне, за столом, в другое место, то ничего хорошего не произойдет. Это нужно делать очень вдумчиво и понимать, с чего здесь начинать. Просто замена позиции на психике не отражается позитивно. Ну эти же самые границы, их нужно ясно и четко обозначить и самое главное их нужно соблюдать. Единожды приписав, что можно съесть в день шесть мороженых, а семь нельзя, нужно ребенку в день давать только шесть мороженых, а седьмое не давать. И даже если он седьмое очень-очень просит, и даже что он катается по полу, и вы боитесь, что у него сейчас обострится хроническое заболевание, седьмое мороженое ему не достанется, потому что эта граница была обозначена. И все, и вы ее четко держите. Это вот весело, когда я про это рассказываю, а в реальной жизни бывает очень тяжело, и детки нас продавливают. По себе знаю, у меня в этом месте опыт большой быть продавленным. Поэтому, когда сейчас уже младший ребенок начинает выступать, какие-то истерики закатывать, я ему говорю, слушай, дорогой, у меня уже трое детей, и меня уже этим не возьмешь. Это раньше меня можно было взять, а сейчас уже я на это не реагирую. И он понимает, улыбается и тут же перестраивается свои еще даже неполные полтора года. Про болезни. Для кого-то эта тема очень явная, очень яркая, и главный запрос к сегодняшнему вебинару был про болезни. Для кого-то это одна из тем связанных с ребенком. Давайте посмотрим на эту таблетку. Я здесь расписал примерно какое значение в болезнях ребенка имеют разные факторы. Вот здесь про детей, про взрослых будет немного другое соотношение. Давайте начнем по часовой стрелке. Вот они внешние факторы. Обычно это то, что считается причинами заболеваний на самом деле. Простудился, упал, ногу сломал, упал, руку сломал, упал, нос сломал. Это все внешние факторы. Ребенок за год три раза падает и что-то ломает, это тоже внешние факторы, как будто бы, якобы. Всякие переохлаждения и прочее. Вот все эти внешние факторы, события и так далее, они имеют значение в пяти процентах случаев. Ну, или, скажем так, их влияние это пять процентов. Дальше поехали. Коричневый сектор это непринятые или забитые векторы и мы им отдаем почти треть. И это то, чем мы будем заниматься с вами на интернет тренинге. Действительно, когда вектор непринят, то его эта зона, будь это глаз, ухо или что-то еще, это место, где есть напряжение. И очень часто любой внешний фактор может в этом месте выбить ребенка и у него начинается заболевание вот в этой слабой зоне. Слабая зона это непринятый вектор. Чем принятие ниже, тем зона слабее и готова быстрее отреагировать на любую стрессовую ситуацию заболевания. Аллергии. Аллергии чуть дальше. Если говорить про внешние факторы в аллергии, то это только запускающий момент. Не нужно никогда думать, что аллергия обусловлена тем, что вокруг ребенка есть пыль, кошка, собака и так далее. Я это знаю по себе. В детстве страдал бронхиальной астмой, помню это кошмар. И сейчас очень хорошо понимаю соотношение факторов, какие тогда были. Слава богу, нет уже давно. Дальше. Зеленый сектор внизу. Тоже я ему отдал 30%. Это неосознанное включение в проблемы родителей. И иногда это явные проблемы, то есть то, что родители переживают. Трудности в отношениях в паре, трудности в работе, с деньгами, еще чем-то ребенок в это включается из-за некой лояльности, берет эти проблемы на себя и это превращается в болезнь. Но гораздо чаще это те тяжести, которые родитель не осознает, которые он не чувствует. И это то, что он неосознанно как бы сбрасывает на ребенка, не желая того, совершенно не желая ребенку зла. И ребенок эти вещи может подхватывать и нести этот груз на себе и ему от этого тяжело и это проявляется в болезнях. И наконец слева вот этот синий или фиолетовый сектор это то, что я говорил о замещении кого-то в роду, в семье. Если кто-то в семье исключен мысленно членами семьи и ребенок на это место встает, кого-то замещает, то у него нет ресурса у него слабый иммунитет, у него слабый организм, он не может справиться с какими-то болезнями и на самом деле самые тяжелые заболевания, которые встречаются у детей, они чаще всего именно из этого левого сектора, из системных проблем. Ну и на какие-то другие факторы я отдал 5%, потому что разумеется не все мы можем понять и обозрить в этой ситуации. Как мы будем работать с этими вещами на тренинге? Прежде всего я уже говорил про понимание откуда идет источник проблемы. И если с источником можно поработать сегодня, например, принятие векторов, это какие-то детские травмы, текущие ситуации, значит будем с вами проходить и изучать как мы с этим работаем сегодня. Если с источником сегодня поработать нельзя, например, это родовая травма, какое-то генетическое заболевание, ДЦП или еще что-то, понятно, что вы источник сегодня не уберете и вы ребенка не сделаете мгновенно здоровым. Но все равно есть некий коридор, в рамках которого можно двигаться. И даже если это заболевание тяжелое и пришедшее в жизнь уже с рождением ребенка, то мы все равно можем состояние облегчить работая и с векторами, работая и с родом и работая с проблемами родителей. Это то, чем мы можем заняться на тренинге. Это то, что есть в наших руках и будем мы в этом разбираться и упражнения на эту тему делать. Про здоровье все. Теперь хочу отмотать назад, потому что я пропустил как раз про взаимоотношения векторов родителей и детей. Понятно, что мы сами все многовекторные и детки у нас тоже многовекторные и чтобы легче было представить как это общение строится, давайте прикинем, что векторы это как каналы в нашем общении. Например, как радиоканал, радиостанция. Она имеет определенную волну, частоту. и если приемник настроен на одну частоту передатчик, он принимает одну станцию, на другую частоту другую станцию. Если одна и та же антенна передающая передает 10 каналов, ну пусть не 10, 8 каналов, и приемник может принимать все эти 8 каналов, ну здорово, они совпадают. Если приемник из этих 8 каналов может принимать только 3, значит только 3 станции может слушать слушатель, А другой приемник примет другие три станции. И вот давайте посмотрим на ситуацию. Есть ребенок, есть родитель. И я сейчас очень условно, просто на пальцах, чтобы было понятно на примере. Есть у ребенка четыре важных вектора. Сейчас не буду говорить ярких, важных вектора. Есть у мамы четыре важных вектора. Сколько каналов для общения потенциально на этом рисунке вы видите? Да, есть два канала для общения. Это коричневый вектор анальный и уритральный. Вот так это выглядит. И если у мамы... Где моя указка? Где моя указка? Вот. Если у мамы нету синего вектора, ну почти нету, то она не сможет на этом канале с дочкой общаться. Она этих вещей не чувствует, не понимает. Если у дочки нету опонятельного вектора, фиолетового, то ей непонятны вот эти вот фиолетовые подходы, немножко манипулятивные и так далее. Вот два канала, да? Анальный и уритральный. И у ребенка с родителем в этом месте есть общение. А в такой ситуации... Чуть-чуть я пролистнул. Сейчас назад вернусь. Вот в такой ситуации, да? Видите, что у ребенка и у родителя есть только один канал для общения. Это красный вектор, уритральный. А других каналов нету. И это тяжело, это встречается редко. Обычно мы на больших, что ли, каналах можем с детьми общаться. Но такое тоже бывает. Но на самом деле это еще ситуация не самая страшная. А теперь представьте себе, что у мамы вектор красный не принят. Сильно не принят. То, что называется, находится в неврозе. И есть тогда канал для общения у мамы с дочкой. Нету. Потому что не принятый красный вектор, это уже совсем другая история. Вот в данной картинке у мамы с дочкой нету канала для общения. Какой выход в этой ситуации? Что можно сделать? Есть выход, скажем так, гармоничный. Но трудный. Мама может избавиться от невроза уритрального вектора. Мама может себе принять вектор, некую работу произвести. И тогда у нее будет канал для общения. Но это труд. И это требует усилий, времени, ресурса и так далее. С папой общаться тоже хорошо, да. А чаще всего и проще всего действуют по другой ситуации. Намного проще загнать ребенка в такой же невроз уритрального вектора. И что самое интересное, тогда у них тоже есть канал для общения. Вам знакома такая картинка? Пусть не по вашей жизни, по жизни знакомых еще кого-то. Когда родитель, чувствуя себя дискомфортно, безгармонично, ищет канал общения с ребенком, и ребенка вводит в невроз, и они вот эти два невротика общаются. Это может быть не только в красном векторе, в любом другом. Но в красном это очень ярко. И ярче всего это проявляется именно у родителей и детей одного пола. То есть мама, у которой не принят красный вектор, она гораздо легче задавит красную дочку уритральную. Папа с дисгармоничным уритральным вектором задавит уритрального ребенка, ведет в невроз, и тогда у них будут тоже какие-то отношения. И соревнования там будут, да, и за папу, но это уже отдельная история. Мы про это тоже будем говорить, про вот эти отношения в семье перепутанные. Вот в чем суть этих каналов и взаимоотношений. И эту картинку очень важно держать перед глазами и понимать, что как мы можем общаться с одним ребенком, когда с другим, какие у нас есть для этого пути, способы, каналы. И очень чувствовать и держать под контролем, чтобы это было общение продуктивное, а не через какой-то взаимный невроз. Давайте сейчас посмотрим на примере одного вектора, просто чтобы вы понимали суть этого процесса и чем мы будем заниматься на тренинге. Это отношения между векторами родителя и ребенка. Возьмем для примера красного ребенка, такую вот яркую уритральную девочку. Как она общается с родителем или, скажем так, с разными векторами в родителях. Если мы говорим про комбинацию красный и красный, два уритральника, то у них, конечно, конкуренция. Да, Наталья, до встречи в записи. Они друг на друга идут войной, они сражаются, если это две женщины, за папу, еще за что-то. Они конкурируют за власть, за управление в семье, за все такие вещи. И в этой борьбе отчасти уритральный вектор ребенка как-то кристаллизуется и вырастает. Но бывает, что это тяжелое состояние, это постоянная борьба за лидерство в семье. Красный вектор ребенка с желтым, с оральным в родителе. Это отношения дружбы. У них все хорошо, расслаблено, никто никого не напрягает, хорошие отношения, обоим комфортно. В этом месте нет большого роста для уритральника, но отношения очень комфортные с родителями. Уритральный ребенок и зрительный родитель, зеленый. Вот есть интересная штука, она названа хитрым словом парентификация. От слова parents, родители. Если переводить на русский дословно, то это бы звучало словом таким о родительствлении. То есть ребенок с родителем в своих ролях меняется местами. И это уритральная дочка для своей зрительной мамы становится как бы мамой. А мама становится ей дочкой. И такие мамы иногда говорят про своих детей. Ой, у меня дочка такая взрослая, такая самостоятельная. Все за меня решает. Даже решает, что мне одеть. Я вот примеряю вещи и говорю. Деточка, а как ты думаешь, что мне больше подходит? Она говорит, я это одеваю. И вот такая ситуация, она именно между уритральным ребенком и зрительным родителем бывает. Ни в какой другой комбинации, когда идет смена. И с одной стороны ребенку классно. Нам в этом месте у ребенка статус. Он заботится, он или она заботится о маме, о папе, о родителе. И в этом есть свои преференции. Но с другой стороны, ребенку все-таки в глубине души намного комфортнее быть на месте ребенка. И видеть маму как бы сверху над собой, а не наоборот о ней заботиться. Поэтому внутри ребенку плохо в этом месте. Отношения уритрального ребенка и фиолетового обонятельного родителя. Они тоже очень интересные. И конечно, не видя какого-то подхода другого, обонятельный родитель начинает ребенка манипулировать. А уритральник, ребенок не понимает этих манипуляций. И он что-то чувствует, что его куда-то склоняют в какую-то сторону. Но он не готов на этих правилах играть. У него появляется к родителю агрессия. Агрессия вот за эти манипуляции. И такая пора, она в отношениях сложна. Дальше. Главная проблема уритрального ребенка и анального родителя, это даже не чистота и порядок, не будущее и прошлое. С этим совсем как-то можно примириться. И анальный родитель, в отличие от кожного, готов выбирать за ребенком постель и все остальное. Главная проблема это конфликт скоростей. Вот с этим очень сложно быть. И мы это будем обсуждать на тренинге. Какие есть хотя бы варианты здесь взаимодействия. Но это непростая штука, требует много ресурса. Ребенок быстрый. Он обгоняет родителя. И пока анальный родитель что-то собирается, ребенок разобрался, отделся, разделся, это повод для постоянных конфликтов. И вот это сложное место. В отношении с черным, с мышечным вектором. Понятно, что мышечный родитель уритрального ребенка так или иначе будет сдерживать, если даже не сказать подавлять стремление к свободе и к своему пути. И уритральник на это реагирует агрессией. Мышечник его также агрессивно подавляет. Это тоже сложная пара. С ней тоже много приходится работать. И часто обращаются мамы, которые говорят, что вот мой бедный уритральный мальчик под моим мышечным мужем вообще весь зачах. И какие есть варианты здесь взаимодействия. В отношении уритральный ребенок и кожный родитель, оранжевый, это, конечно, идеологическая война. Кожник не может так подавить уритральника, как мышечник. У него столько силы нету. Но это постоянное противостояние, идейное, постоянные конфликты, что правильно, что неправильно, как быть, больше ли свободы или издержанности. Ну и, наконец, с синим вектором. Тут нету конфликтов у уритрального ребенка. Синий вектор вообще не конфликтный. Но у них нет общего языка. И это большая задача для слуховика, для родителя, для папы, мамы найти контакт с красным ребенком. Что еще мне хотелось подчеркнуть про проявление вектора. Мы иногда привыкли смотреть на вектор, что вот есть, например, его характеристики, и они проявляются всегда. И вектор вот он такой, независимо от взаимоотношений и взаимодействий. На самом деле это не так. И разные взаимодействия подчеркивают в векторе его разные качества, разные проявления. Давайте так же коротко сейчас я пробегусь по всем векторам и расскажу о том, что подчеркивает родительский вектор в конкретном векторе ребенка. Та же пара. Красный-красный. Конечно, здесь стремление к достижениям. То есть красный родитель, он провоцирует красного ребенка на стремление к достижениям. Хорошо это или плохо? По-разному может быть. Если в этом нет какого-то насилия, а есть некая стимуляция, это здорово. Но иногда это зашкаливает, и у ребенка нет столько сил, чтобы соответствовать ожиданиям родителя. И тогда это уже в минус. То есть уритральный родитель требует от ребенка слишком много достижений. И это повод для скатывания в невроз. Желтый вектор. Оральный. Чаще всего он дает красному расслабиться, но иногда бывает, что он красного как бы разгоняет. Красный и так эмоционально нестабильный. И иногда рядом с желтым родителем он вообще входит в какой-то разнос. И тогда ему становится тяжело. Зеленый вектор в родителе, он стимулирует в красном ребенке раннее взросление и ответственность. Ну, это в принципе хорошо, если это не происходит смены, да, если ребенок становится родителем. Рядом с фиолетовым родителем у красного ребенка прежде всего есть эмоциональная нестабильность. Вот здесь его разносит очень сильно. Коричневый. С одной стороны, он может вызывать в красном ребенке ощущение подавленности. С другой стороны, если у ребенка хватает сил, то в нем вырабатывается настойчивость и такой очень настойчивый поиск своего пути в жизни. Или ребенок будет схлопнутый и подавленный рядом с коричневым родителем. Или наоборот, он научится эти вещи преодолевать и идти дальше. Рядом с черным родителем у уритральника есть напряжение. Рядом с оранжевым прежде всего это стремление вырваться на свободу. И рядом с синим у уритральника тоже становится самостоятельным, как и зеленым. Но он себя чувствует одиноким, он себя чувствует непонятым и ему, конечно, в этом месте не хватает какого-то взаимодействия. Пару слов про подход к проблемам. Иногда мы склонны видеть причину в каком-то одном векторе. Например, ребенок не приучается к горшку. Ну о чем это? Ну понятно, это про анальника. Это не всегда так. И давайте сейчас на этом примере посмотрим, из-за какого вектора может быть одна и та же проблема, которая вроде как явно только к одному вектору приписывается. Ребенка не приучить к горшку. Что это прежде всего? Ну конечно, это может быть невроз анального вектора коричневого. Но это не всегда так. Иногда это красный вектор и для ребенка это некая борьба за власть. Вот он хочет делать так, как он хочет, а не как хочет мама и папа и бабушка. И в этом месте он просто борется за какой-то вот, за свой статус рядом с родителями. И к этому совсем другие подходы, чем к решению анального невроза. А бывает зрительный вектор просто привлекает к себе внимание. И ребенок что-то делает, что нравится родителям, потому что вокруг будет много эмоций, все будут уделять ему внимание, пусть негативное, но тоже внимание. И это еще не все. Бывает ситуация с синим вектором. Это может быть аутичность как черта характера, или это может быть какие-то начальные признаки аутизма, когда ребенок просто в разорванном контакте с реальностью, с родителями. И это может проявляться тем же самым горшком. Ну и экзотический вариант – это обонятельный ребенок, который получает удовольствие от неких запахов своего тела, от запахов своих выделений. И это ситуация сложная для диагностики. Сложно понять, что именно запах заставляет ребенка ходить не на горшок, а куда-нибудь за навеску. Здесь важно нам сейчас одно понять, что на любую проблему, даже на очень явно привязанную к какому-то вектору, пробуйте посмотреть с разных сторон, с разных векторов. И здесь вас ждут очень интересные открытия. Хорошо. Тогда по первой части всем спасибо, кто принял участие. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо за то, что вы все-таки дождались появления хорошей связи. Надеюсь, что у нас на самом тренинге это будет все еще более слаженно работать. И тогда запись будет вам сегодня. И встречаемся с теми, кто ждет ответов на вопросы через 5 минут. Спасибо всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!